добрый день мы немного опоздали задержка давно я не была в эфире разучились уже выходить в эфир поэтому извиняемся за задержку помощника моего нет поэтому немножко заряжались подождем пока все присоединятся у нас 20 минут задержка была добрый день девочки мои все добрый день очень рада всех видеть я пока подготовлюсь пусть все присоединяются сегодня будем делать игольчатую хризантему был анонс там мы прописывали что будет у нас хризантема игольчика хризантема это осенний цветок поэтому сегодня мы его будем делать я уже как-то показывала не помню где но игольчатую хризантему показывали но много запросов по этой хризантемки поэтому не у всех она получается что я сейчас делаю я обрабатываю спиртом все свои поверхности с которыми будет соприкасаться белок то есть держу миксером венчик лопатки сотейник и все 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 чем я буду работать добрый вечер всем добрый вечер много моих девочек с курсов очень рады всех видеть как раз сейчас мой помощник подъедет напишет мои аккаунты я этого делать не умею к сожалению а пока давайте познакомимся кто меня еще не знает я амина из киева занимаюсь кондитерским искусством в принципе да уже больше десяти лет вот зефирная флористикой занимаюсь не так давно уже года три занимаюсь еще чем я занимаюсь тортами пряниками шоколадом и всем всем чем можно можно заняться кондитеру добрый вечер добрый вечер грузия мы из москвы напишите кто меня знает кто меня не знает может быть видите меня первый раз я очень давно не участвовала марафона не хватало времени сейчас я в небольшом отпуске а вот поэтому я решила выйти в эфир на марафоне и показать что нибудь что нибудь какой-нибудь цветок добрый вечер смотрю много очень мой девочек рада рада всех видеть меня знают я очень рада очень рада что у меня многие знают многие меня в контактах не знают так как я здесь недавно с тех пор как запрещенная связь у нас начала барахлить в основном я там а вот вы спасибо большое все а вот кто первый раз меня видит я занимаюсь зефирной флористикой обучаю онлайн и обучаю очные мастер-классы у меня по городам сейчас небольшой перерыв из 15 числа мы опять начинаем туры по городам первый у нас списке санкт-петербург добрый вечер добрый вечер всем а вот потом у нас воронеж уфа челябинск екатеринбург москва обязательно нас октябре тоже вот какие еще у нас города самара саратов кто много просил а вот вот эти города кстати собираются очень быстро спасибо девочкам да кто доверяет кто приходит на мои мастер-классы на очные и онлайн курсы вот для тех кто досмотрит эфир до конца у меня будут скидки на мой онлайн курс на два моих онлайн курса на курс королева хризантема и на курс по сефирной флористике там у нас полный курс и хочу обрадовать тех кто уже купил курс у нас была там ограниченная ограниченный доступ но сегодняшнего дня я решила сделать доступ без ограничений то есть вы покупаете онлайн курс и остаетесь там на постоянной основе то есть навсегда со мной хотите вы этого или нет поэтому уроки у нас буду добавляться постепенно сейчас будут добавляться осенние цветочки какие-то новые потом будет новогодние цветочки ну и так далее будут добавляться новые цветы поэтому ограничение я больше не делаю на свой курс добро пожаловать те кто еще не с нами так ну вроде бы люди собрались до больше ста человек тогда начнем добрый вечер инга лариса уже наверно добрый вечер да уже не добрый день почему я решила сделать в 4 часа дня потому что у нас у многих девочек большая разница во времени запись мы обязательно оставим до сохраним вот у кого-то 24 часа во времени у кого-то 6 часов во времени у меня девочки из благовещенска вот это тяжело потом как бы смотреть то хочется всем прямой эфир сколько стоит курс онлайн курс стоит у меня 10000 но для тех кто смотрит эфир для участников марафона витаминка у меня 2000 скидка то есть вы можете купить онлайн курс не за 10000 а за 8000 и онлайн курс королева хризантема стоит 2000 а сегодня его вот течение трех четырех пускай дней он будет со скидкой он бы стоит полторы тысячи запись эфира обязательно будет давайте пока начнем начнем с насадочек насадки нам понадобится я делаю основы для хризантем прежде чем делать хризантемы я всегда объясняю своим девочкам что должен быть хороший шар что было понятно что это хорошая шарообразная хризантема если вы делаете хризантему из крема то вы можете сделать и вот такую и вот такую лепешечку и там какую-то там мелкоцветную хризантем куда но если вы делаете хризантему из зефира если у вас зефирная хризантема она у вас должна быть на хорошем большом шарике да тогда она смотрится красиво и объемное шарообразно просто делать основы из мешка неудобно почему потому что у мешочка поверхность мягенькая да ну и основы получаются неровные а для хризантемы всегда нужна практически идеально ровный шар поэтому я использую вот такую насадку трубочку вот такая трубочка у меня 22 миллиметра бывают 20 19 даже 24 бывает миллиметра на все свои цветы я делаю основание вот из такой трубочки танечка добрый день добрый день александра всем добрый день или же уже добрый вечер не знаю наверное добрый вечер вот насадочка нам понадобится 227 насадочка у нас перемычкой вот такая перемычка у нее обычная улыбочка это практически самая нас есть конечно еще меньше насадочки да но это очень маленькая раскатка но ей очень удобно работать и можно работать быстро и как раз таки такими движениями как все любят дергать да там как раз таки нужно дергать почему потому что там у нас есть перемычка чтобы у нас раздваивался лепесточек и она была похожа на и больше ту хризантемку нужно слегка дергать уже в конце добрый день добрый день всем что нам понадобится у меня сливовое пюре сахаром проваренная с сахаром я люблю сливовый зефир он очень вкусный вот можно взять тоже и обычный допустим магазин и джим я показываю обычно на реку джим реку они бывают тоже разные вкусы где можно купить такой джим я сейчас скажу в ленте огромный ассортимент этого джима кто не хочет заморачиваться с пюре да вот так вот проваривать его с сахаром то можете взять обычный магазинный джим вот что касается махеева кто-то мне как-то спрашивал махеевым я не пользуюсь где выбрали насадку насадку я покупаю девочки насадки в обычных коллективских магазинах это насадка сейчас я вам скажу как называется фирма не знаю отека 227 я не на сайтах ни на каких принципе не ищу никогда насадки мне надо посмотреть пощупать вот посмотреть диаметр померить а если просто в пюре добавить пектин получится тот же джим конечно конечно ну сливу вы знаете на сливу можно не пектинить там достаточно пектина и не получается очень хороший джим она всякими насадками сюда удовлетворяет что значит не пойму сколько сливы и сахара смотрите если вы берете сливу если у вас хорошая сладкая слива такая вот чернослив очень бывает сладкий вы его пробиваете блендером и проваливаете маму можете один к одному сделать сахаром да вот то есть тоже так девочки делать мне никогда не делаю один к одному я делаю меньше сахара допустим 100 грамм пюре и 70 грамм сахара то есть меньше чем сто процентов провариваем его минут пять можно всем если у вас слива жидкая есть такая сочная жидкая слива сначала возьмите уварите в микроволновке просто пробитую блендером поставки на пять минут чашечку вашу просто со сливой до пробитой без сахара а потом просто пару минут прокипятите с сахаром это если вы будете делать цветы сколько сливы сах так ответила облик пиховый джем я не использую не сбивается взбивается но очень долго и очень нудно кухонные приборы тамирлан иди сюда по удаляй пожалуйста тут такие это нехорошие фрукты появились у нас пришел мой помощник сейчас он удалит тех кто нам мешает и мы продолжим все удаляем подключать там и нам и что я вопрос все обратно сделаем до конца так махеев сколько джима смотрите девочки если вы используете махеев джима нужно меньше использовать чем по моему рецепту а вот там нужно на грамм 20 у нас по рецепту будет он у меня обычная слива да джим реку можно делать по тому же рецепту по которому я сейчас буду делать вот но если вы делаете джим махеев то там нужно допустим не 70 грамм пюре а 50 грамм джима пюре вот этого потому что там очень много пектина а когда много пектина он съедает белок и у вас будет такая плотная очень резиновая масса можно использовать если вы не найдете джим реку допустим да если кто-то не хочет там возиться со сливами там с ягодами с рутами берите джим да но если махеев используйте то нужно его использовать меньше хочу сказать по поводу мешков смотрите я использую вот такие мешки сейчас покажу коробку я покупаю вот такие мешочки 55 сантиметров я использую мешки 50 55 чтобы весь зефир можно было использовать они синие вот такие они очень плотные я скажу сколько здесь не знаю написано или нет но у них по-моему 80 микрон плотность если они ошибаюсь до 80 микрон плотность они очень плотно и хорошо держит тепло спасибо таминану за помощь спасибо он уже пришел сейчас вы читать вопросы а то я так не успеваю да джим реку есть фикс прайс и в ленте девочки огромный большой выбор в диксе тоже да в диксе тоже есть но бывают два вкуса абрикоса и по-моему вишня с клубникой вот мешочки такие девочки я брала в этом магазин сейчас скажу сейчас вспомню нет не помню магазин потом вспомню скажу не могу вспомнить вылетает из головы вот они есть кстати на вальберез по моему на озоне они бывают зеленым цветом тоже другая допустим фирма бывают и белые прозрачные но плотные именно плотные мешки не обычные шелестящие которые для крема а именно плотные мешочки тогда мы используем два мешка берем просто мешок с отверстием выкладываем туда зефир и потом берем мешок с насадочкой и туда вставляем наш мешочек и у вас будет держаться тепло на опять же можно использовать еще теплый мешочек мандарин очень вкусно я вам скажу получается тоже мы как-то в той зимой делали на мандарине хризантемы азарь я использую вот такой стоинг тоже можно взять на озоне и на вальберез цена у него полкилограмма по моему 1200 1100 какая фирма прощите пожалуйста фирма чего пакетиков или агара пакетики мешки не знаю здесь на английском языке написано что написано это мило почти на английском языке и они есть везде есть на вальберез и везде смотрите нам понадобится агар агар я беру 900 или тысячный если я беру тысячный я его уменьшаю на один грамм сейчас я найду свои весы мы сначала взвесим агар скажите на облепиха вообще жирная ягода на ней очень тяжело не нужно комбинировать поэтому нужно экспериментировать поди закройте и пожалуйста размер мешка я уже говорила 55 сантиметров я беру или 50 я всегда выкладываю весь зефир мешок не раскладываю по мешочкам не грею его микроволновками всякими не грею духовками поэтому мешок зефир должен сохранять тепло естественным путем а не насильственным у вас потрясают потрясающие цветы лучше настоящее что вы зовете в месяц протисле спасибо большое миксер я использую кен вот у меня помощник здесь помощник нам понадобится 5 граммов агара вода холодная вода сейчас я на первую воду мешочек то эпичный размер пусть сейчас девочки все скажу воды нам понадобится 120 130 грамм агара сколько агара 5 грамм я использую какие джема реку хорошо сбиваются все все кроме облепихи девочки единственное еще лимон лимон если есть такой лимон имбирь он очень вкусный он сбивается но долго сбивается и масло немножко получается меньше потому что там цедра да но вы обязательно пробираете через сито спасибо просто если вы используете лимон лучше его скомбинировать с чем-нибудь пополам или же даже меньше положить лимона джима чем вы допустим клубнику вишну положите там слива по моему тоже у них есть дамы покупали мы использовали на курсе и и и вот даже есть манго груша очень вкусный я вам скажу это в ленте есть потом есть что еще мандарин абрикос черная смородина с красной смородины очень много сейчас вкусов у рекорд не знаю что подтекает я его только вот сейчас перед эфиром поставила у меня этого миксера уже не знаю уже за много уже будет скоро два года поэтому пока ничего не подтекала смотрите что нам нужно нам гвоздики кубики у кого нет кубика можно использовать пенопласт пеноплекс а вот чтобы ставить нам понадобится бумажечки можно нарезать пергамент у меня бумажечки я покупаю в канцелярии вот такие для записи насадки я уже сказала агар я уже показала убираем лимонная кислота нам понадобится так пюре с сахаром обязательно и белки белки я всегда набиваю белки мы используем комнатной температуры ни в коем случае не холодные если делать обычные завитушки туда но если делать зефирные цветы то зачем возвращаться со всякими вкусами прям вот так можно сделать много вкусов кроме облепихи как убрать комнаты ничего не видно просто один раз на экран нажмите они даже разу если у вас androidて скажите пожалуйста рецепт осуществ Vamp Cal.ru председатель после во всиге женщине мимо на одном уберите пожалуйста комментарии ничего не видно просто нажмите на экран если мы уберем комментарии будем просто нажмите на экран и все девочки там как-то нажимаешь на экраны убираешь комментарии просто середину экрана нажмите 40 грамм белка нам понадобится 70 грамм пюре с сахаром у меня весы в миксере поэтому я буду взвешивать прям здесь 70 грамм миксер у меня будет стоять там чтобы он меньше нашумел белки мы с жемом взбиваем до плотных пиках и потом будем вливать сироп до какой консистенции мы должны влить сироп то есть варить сироп я вам покажу без градусника мы его варим я добавлю все лимонной кислоты добавляем лимонной кислоты чтобы у нас зефир не был пресный постный и чересчур сладкий нет он очень хороший я давно им пользуюсь поэтому и бекер я тоже пользовалась но сейчас он дорогой очень дорогой поэтому этот нисколько не уступает я бы сказала это китайский агар качество очень хорошее добрый вечер добрый вечер всем кто присоединяется так я включаю агар мы добавили в агар воды холодной сейчас мы его дадим ему закипеть если у вас агар стал киселеобразным значит ваш агар хороший то есть он начал работать значит все в порядке всегда перед тем как делать зефир сначала проверяем наш агар лимонки буквально щепотку на вкус там грамотки нету такой особенной прям кто-то не добавляет лимонку кто-то не любит от лимонной кислоты не зависит качество вашего зефира этот белковый крем обязательно нужно класть лимонную кислоту а что касается зефира это нет это уже на ваш вкус если у вас допустим кислая ягода такая как черная смородина она очень кислая красная смородина туда нужно лимонную кислоту не добавлять а вот есть даже слива кислая да у меня слива сладкая поэтому я добавила лимонную кислоту агар я уже показала в сотейник мы добавляем 120-130 миллилитров воды потом мы рецепт напишем девочки обязательно тамела ты мои аккаунты теперь не можешь добавить да или потом мы начали эфир без моего помощника поэтому я не умею своей странице добавлять добавлять сейчас если тамелан добавит у меня есть личная страница в контактах где я постоянно выкладываю рецепты на желтка кстати сегодня в инстаграм и телеграм-канале витаминка выложили мой рецепт рулет на желтках очень вкусный я уже правда пару недель не выставляла рецепты но если вниз пролистать и там очень много сейчас пока времени не хватает на новое все наш агар закипел у нас там вот такой кисель теперь добавляем инвертный сироп не закрепляет а потом напишем у моей странице добавляем 150 грамм сахара желтки можно заморозить можно конечно только взбейте их сначала чуть-чуть добавьте соли очень вкусный рулет у меня очень много рецептов на моей личной странице вы можете зайти посмотреть и кексы и пироги и капкейки и трайфлы и бисквиты пирожные нарезные очень вкусные так и добавляем инвертный сироп если смотрите инвертный сироп тоже у меня есть на странице если пролистаете вниз на моей личной странице вконтакте его можно сварить самостоятельно он получается вот такой как майский мед прозрачный да вот такой не коричневый совсем нам понадобится 30-40 грамм инвертного сиропа можете заменить его медом если конечно он натуральный без всяких добавок ну или же глюкозным сиропом я глюкозный сироп не использую в саратове да в саратове мы будем самара саратов у нас в списке давно девочки просили наконец-таки мы составили расписание дальше у нас будет еще ноябрь декабрь будет кстати новогодняя программа я сейчас готовлю новогоднюю программу очных мастер-классов поэтому кому интересно мы будем составлять расписание дальше будет города все я добавила теперь мы ставим убивать наш ефе куробье тоже очень вкусно и внимательно белки с пюре мы взбиваем сначала на средней скорости потом только добавляем постепенно это скорость и чтобы белки у нас постепенно взбивали так а если у нас сироп приготовился быстрее мы можем просто его отставить и потом просто закипятить если у нас белки слились быстрее в пюре то мы его просто уменьшаем скорость на дворечку чтобы он не взбивался а просто его мотал привет Наденька привет куробье тоже очень вкусное да куробье очень вкусное растопчатое кто еще не делал советую заглянуть на мою страницу и приготовить очень быстро и легко я вообще резко что-то пеку на яйцах я все стараюсь делать на желтках потому что белки у меня на вес золота белки у меня идут на зефир все уходит на зефир желтки у меня тоже я никогда не выкидываю я считаю что грех выкидывать продукты поэтому я все делаю на желтках всю свою выпечку даже делаю домашнюю лапшу тесто какое-то то есть все на желтках я добавила скорость сейчас немножечко опущу кому не видно может убрать комментарии так если нам больше не понадобятся мы сделаем сегодня хризантинки и я покажу как сделать бутончик красивый бутончик они просто вот такие башни как многие делают на хризантем на сухи делаете зефир на сухи да тоже я делала зефир но в основном такие не цветы цветы я на сухи не делаю я тоже на сухи делаю на зефир да очень вкусная лапша на желтках у меня очень много желток не знаю что я делаю я вам секрет если у вас в рецепте стоят допустим яйца у вас рецепт на яйца вы просто можете одно яйцо заменить тремя желтками яйца С0 и использовать все то же самое практически по рецепту как у вас прописано попробуйте так сделать на альбумине сделайте зефир нет я его не люблю многие девочки делают на альбумине но я его чувствую я не люблю его здравствуйте жутки можно замораживать да жутки можно замораживать да запись видео будет все будет спасибо Света большое запись будет конечно все хорошо здесь в контактах все это сохраняется очень хорошо эфир можно проводить хоть два часа ну по крайней мере было так да я давно уже не проводила эфиры поэтому наш сироп практически готов сейчас добьются немножечко белки сейчас я покажу какая консистенция должна быть здравствуйте кто только присоединяется вот страница вот страница моя у меня сын отметил с моей страницы зашел и здесь у тебя будут такие большие бумажные пакеты как букеты ага хорошо напишите мне в личку я вам скину на какой температуре варите агар девочки агар мы варим на температуре выше среднего чтоб он хорошо хорошо кипел а не просто так еле-еле томился смотрите у нас уже сироп готов вот такие вот ниточки должны быть видите именно ниточки они должны вот прям быстро-быстро стекать а по виску как паутинка я их называю вот паутинками видите очень хорошо видно паутинку ваш сироп готов мы его выключаем и ждем когда наши белки добьются сколько сахара пропустила сахара 150 грамм я подготовлю мешочек паутинки яблоки подойдут в паутинку конечно запеките хорошо все паутинки через сито и проварите сахаром если вы будете классику делать спасибо большое мы сначала паутинку выкладываем просто в мешок отверстия сейчас сделаем основание вот такой насадочкой трубочкой а потом приставим наш мешочек на кризантемку так белки у нас взбились я подогреваю наш сироп закипячу его и будем отсылку на запись можно такую запись до мороженого яблоки тоже подойдут просто просто проварите с сахаром и все и пропитите через сито Аминан ты отвлекаешься я отвлекаюсь ты будешь на мороженое все я закипятила наш сироп так еще буквально пару вливаем сироп на скорости чуть чуть выше среднего а беженый вы не добавляли сахаром? нет не добавляла там у вас идет целый сахар скажите пожалуйста в Воронеже сколько цена курса будет стоить? в Воронеже 16 тысяч покажите белок взбитый сейчас уже не покажу уже вливаю сироп девочки белок взбиваем до крепких пиках я покажу сейчас взбитую массу вливаем потихонечку по краю чаши пирож пирож должен быть жидкий он не должен падать кустами взбиваем зефир до первых хлопков если мы делаем хризантемы мы немножечко не добиваем зефир чтобы он не был слишком такой плотный да? потому что у нас насадка очень маленькая нам нужно долго работать а если мы делаем розы пионы крупными насадками то добиваем до хороших хлопков до четкого рельефа зефир 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 слабенький зефир значит вы не добиваете массу или же у вас слабый миксер он его не добивает зефир 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 быстро быстро перекладываем красить я ее не буду я буду красить зефир сухими красителями я вообще очень редко крашу зефир гелевыми красителями солнце светит сильно может как-то прикрыть солнышко светит у нас в Москве у нас очень холодно вчера было вообще плюс 4 очень холодно ночью плюс 3 днем плюс 8 как морозить желудки желудки просто взбейте немножечко солью и заморозьте их а потом размораживайте через холодильник все я выложила зефир в обычный мешок сейчас мы быстренько сделаем несколько основ на бутончики и на хризантемы где мы резиночки на перебитом белке сказали зефир плывет на перебитом белке у вас вообще будет не зефир где резиночки были здесь сейчас секундочку на полу валяются вон они завязываем резиночкой кто-то пользуется зажимами я зажимами не пользуюсь у нас не убежали а у нас сегодня вылезло солнышко но было очень холодно смотрите я беру гвоздик покажу как делать основание для хризантем хорошо прилепляем нашу бумажечку чтобы у нас не было неожиданных падальщиков как я их называю которые падают не вовремя да прилепим наши бумажечки сейчас все и будем делать основы а у нас плюс 35 первого сентября что делать надо убрать как-то это солнце очень сильно светит солнце девочки хорошо видно у нас плюс 35 первого сентября в 10 утра было плюс 40 видно хорошо здесь а у нас было плюс 8 первое сентября хорошо когда тепло у нас плюс 10 да везде мы только приехали кстати из грозного тоже там было плюс 40 в анапе были тоже было практически плюс 40 везде жарко а москва мерзнет даже когда выкладываете фирм у меня застывает так используйте плотные мешочки девочки два плотных мешка смотрите как мы делаем основание для хризантем берем гвоздик можно это делать просто на столе смотрите вставляем солнышко сильно да вставляем начинаем надувать но не поднимаем сразу надуваем вот такие хорошие башенки немножко у меня в край ушла мы сделаем мы сделаем три хороших больших и потом сделаем маленькие для бутончиков я покажу как делать бутончики я когда вижу бутоны у многих девочек в букете я злюсь злюсь почему сейчас объясню потому что делают не бутоны вот смотрите должна быть вот так вот такой хороший шарик потому что делают не бутоны а башни видно хорошо да ну и прекрасно сделаем три больших ну я не знаю сколько получится давайте одну не сильно большую сделаем чтоб нахватило зефира и покажу как делать бутончики делаем небольшие вот такие башенки не круглые да мы делаем башенки чтобы потом получились у нас красивые кругленькие закругленные бутончики это очень важно в хризантемах бутонов делать именно закругленные бутоны я еще возьму гвоздики чтобы нам не перекладывать гвозиков у меня достаточно на целую армию хватит меня спросили а сколько нужно иметь кубиков гвозиков чтобы не снимать их да каждый раз бумажку эту гвоздя я сказала чем больше тем лучше потому что конечно это удобно когда ты имеешь кучу гвоздиков и кубиков кубики можно самим напилять попросите мужей да гвоздики тоже в принципе можно сделать при желании можно взять недорогие маленькие из них сделать большие прекрасно у меня не знаю сколько очень много все теперь я переставляю с пакет зефиром в маленькую насадку подгоню немножечко его видите у нас достаточно зефира я думаю что нам хватит на все призантемки теперь когда я делаю призантемы я конечно использую всегда теплый мешочек вот такой можно сшить его в фикс прайсе есть тоже такие наволочки чехол для подушки очень похож из него можно шить два мешочка девочки у меня пошире прекрасно работают зефиром все теперь мне переставит все солнышко мы закрыли переставить быстренько камеру вот сюда поближе чтобы вам было все видно немножечко вас потрясем простите и будем делать византемки скачивают пишите на светло где сильно светло ничего не светло все нормально вроде бы давай снимаем что-то там настраиваешь снимай и вот сюда ставь сейчас мы поставим сюда наклони немножечко вас потрясем все выбираем вот это да ставим на стол так что там нормально все размер теплого мешка скажите девочки размер теплого мешка смотрите по себе да какая у вас сколько вы массы будете делать вот у меня обычно такого чуть-чуть больше размер чем ваши вот эти мешки делайте пятьдесят пять шестьдесят можно пятьдесят делать неважно да чтоб он просто был больше перезайдите на эфир выйдите и перезайдите обратно я пока поставлю стульчик нам понадобится влажная тряпочка обязательно сейчас я поверну хорошо чтобы было все видно так сюда мне лампу поставь поставь вот это все не нужно пошустрее пожалуйста подними ее сейчас мы лампу поставим сюда смотрите вот такие мы основания небольшие сделали для бутончиков обязательно я всегда делаю основания для всех бутонов для всех цветов нет сюда мне поставь чтобы было видно наклони лампу девочки хорошо видно все я думаю хорошо да все берем наше основание кто если хочет подкрасить может подкрасить зефир я не люблю я люблю но если конечно какой-то там не заказали вам этот как его букет да чересчур там яркий но это я стараюсь яркие тоже красить именно сухим красителем просит узнать где вы покупаете синие мешки для зефира можно взять на вальберис на озоне везде они есть смотрите что вот у нас уже подстыли наше основание мы немножечко доработаем она у меня не совсем круглая я хочу сделать его идеально круглым немножко с этой стороны добавлю пишут все хорошо видно какая насадка для насадка 227 девочки насадка 227 с перемычкой мы делаем игольчатую хризантемку вот так я немножко доработала наше основание и начинаем делать нашу хризантемку находим середину сейчас еще здесь добавлю все хорошо видно находим нашу середину и ставим маленькие совершенно маленькие лепесточки вставляем немножечко надуваем чтобы укрепили и бросаем не длинные потому что вы будете делать еще высоту немножечко если вы сделаете вот такие огромные лепестки вы сбоку их уже не сделаете вы их все сломаете поэтому никогда не делайте первые лепестки длинные теперь мы делаем бутон полузакрытый бутон всегда каждый цветок Тамерлан там все хорошо видно чтобы у нас был полузакрытый наклоняем нашу руку в серединочку не вот таким образом да как многие делают вот так делают и потом получается ложки а мы вставляем и рукой закругляем прям закругляем нашу серединочку делаем буквально несколько таких рядов ряда 3-4 чтобы у нас серединка была полузакрытая обязательно салфетка чтобы у вас была рядышком нужно вытирать нашу насадку чтобы она не забивалась чтобы наш вот посмотрите вот такое основание я сделала закрытое какой краситель будет пачкать рот сухой или гелевый гелевый конечно сухой краситель не пачкает рот дальше мы немножечко будем приоткрывать то есть уже отсаживать под прямым углом сначала вставляем насадку надуваем чуть-чуть зефир тянем и уже в конце дергаем перемычка вовнутрь конечно улыбочка не перемычка вовнутрь а улыбочка от вас смотрит улыбочка смотрит вовнутрь чтобы сделать лепесточки на хризантеме это же логично девочки смотрите под прямым углом мы теперь отсадили наши лепесточки теперь мы будем постепенно менять угол и раскрывать нашу хризантемку смотрите лепестки должны вставляться плотно насадка должна вставляться плотно с нашим лепесткам и между лепестками не должно быть никакого расстояния все должно быть плотно никаких коридоров между ними не должно быть и расстояний немножечко меняем угол теперь наши лепестки будут чуть чуть ниже мы не ведем по лепесткам мы ведем сразу отклоняем сторону стараемся смотреть на нашу хризантему сбоку чтобы вида было уровень лепесточков вот такие листики мы сделали следующий ряд следующий ряд мы будем еще менять угол то есть каждым рядом мы меняем угол больше отстраняя его наружу то мы делали серединочку мы наклоняли их вовнутрь теперь наружу больше 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 но каждый ряд у нас должен быть ниже чем предыдущий ни в коем случае не выше не поднимать все лепестки к небу иначе у вас будет аэродром они круглая красивая хризантема вставляем стараемся между лепестков ставить но потом уже как получится да главное что было все плотно и нередко если у вас будет расстояние между лепесточками она у вас будет редкая полулысая такая вот как как будто погрызанная червячками до живая вставляем и дергаем чем хороша эта насадка и можно дергать получается если есть теплый мешок то в него можно выложить всю массу не пользоваться духовкой духовка не пользуется конечно духовкой ни в коем случае пользоваться нельзя я всегда это говорю и никогда не учу работать с духовкой духовка это враг для зефира девочки запомните это раз и навсегда ваша масса становится меньше она становится не такая воздушная если смотрите у вас что-то не получилось раз раз сразу оторвали пальчиками поправили и все хорошо духовка враг для зефира враг и еще раз враг я это всегда говорю никогда не учу пользоваться какими-то нагревательными аппаратами да то ли это микроволновая печь то ли это мультиварка там смотрите если у вас основание уже немножечко теряется вы добавляете именно шар до чтоб у вас был вот здесь снизу помним что для хризантем которые у нас будут букет ставится должна остаться ножка сантиметра полтора хотя бы сантиметр за что вы можете потом взять ее до и вставить на зубочистки и продолжаем том же духе ниже чем предыдущие ряды у нас должны отсаживаться лепестки вставляем в конце уже дергаем перестаем давить и дергаем вставляем надуваем тянем перестаем давить и дергаем главное вовремя перестать давить на мешок другими насадками девочки пользуются нужно по другому другими насадками ни в коем случае дергать нельзя чем хороша эта насадка да все любят дергать а если вы будете пользоваться другой насадочкой у вас получится лапша вот такая получается у нас хризантемка уже да уже высматривается и дальше продолжаем кого где хранить нигде не храните храните его в мешке в котором вы работаете зефир должен быть в работе ни в каких 33 мешка его перекладывать не нужно если он у вас не в работе он у вас застывает если вы не работаете вы его греете в духовке потом ваша масса становится кашей перебиваете его несколько раз там работаете час там или сколько да да он у вас не застынет вы сделаете цветы но они у вас не застынут вы один цветок делаете минут 8-10 за это время масса не остывает нет не остывает она в капуле девочки я один цветок делаю за 2,5 минуты хризантему с вами я делаю дольше потому что я вам объясняю а так я делаю очень быстро двойную порцию я же вам должна показать и объяснить правильно так я конечно могу раз 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 делать это ничего не увидите насадка называется 227 это улыбочка для хризантемы видно девочки всем хорошо ведь у меня каждый ряд ниже чем предыдущий это обязательно то есть для этого мы делали шар чтобы у вас постепенно распустилась ваша хризантемка и была красивая не просто аэродромом или лепешкой какой-то да или подсолнухом ромашкой все что угодно но только не хризантемкой то есть кремовые хризантемы до без проблем вы можете сделать там какие угодно плоские но зефир у вас должно быть что покушать потому что лепесточки от хризантем очень тоненькие и они у вас там засохнут да как будто жвачкой и если у вас еще не будет основания там нечего будет кушать а вам должно быть что покушать здесь правильно можно использовать насадку улыбка без при конечно только ей нельзя ни в коем случае дергать как мы дергаем вот эту насадочку девочки у меня есть онлайн курс по хризантемам разными насадками там мы делаем по моему 7 хризантем если я не ошибаюсь не помню точно и там я показываю как работать насадками кому интересно сейчас на него будет скидка не 2000 а полторы тысячи вы можете прийти и посмотреть научиться у меня все девочки кто на этом курсе делают шикарные хризантемы даже у кого долго не получались да они делают сейчас очень красивые хризантемы не побывав даже на очном мастер-классе поэтому приходите напишите и будем учиться посмотрите какая красота получается у нас осталась ножка смотрите видите ножка хорошая ножка должна остаться больше не делаем ничего потому что мы будем сажать это в букетик скажите пожалуйста если у вас двойная порция то в мешок в который она помещается я возможно пропустил большой 65 есть 70 сантиметров если двойная порция допустим не на 40 грамм а на 80 все берем следующую одну мы уже сделали красить мы будем в конце добавляем наше основание курс остается навсегда курс да сейчас я изменила правила на своих курсах все курсы онлайн курсы по зефирной флористике по полной зефирной флористике да у нас там насыщенный курс все цветы дальше они будут добавляться он остается на постоянной основе то же самое курс по хризантемам у нас был доступ год потом я продлила но сейчас доступ будет без ограничений я не раскладывал по мешкам я пользуюсь в таком случае сухими красителями если я делаю розовый белый сиреневый допустим да я массу крашу не крашу вообще то есть белый зефир немножко опыляете розовым немножко опыляете сиреневым все цветочки и все прекрасно единственная зелень я делаю уже отдельно на 20 грамм делаю всегда заранее так начинаем заново вставляем делаем маленькие буквально маленькие девочки как их назвать еще не знаю клювики что ли тычиночки потом наклоняя руку в середину закрываем наш бутончик добрый вечер очень рада вас видеть шикарно спасибо большое не вижу правда кто это это у вас курс только по зефирным цветам но у нас девочки смотрите курс который по зефирной флористике мы там делали изначально прямые эфиры были по кремовым цветам то есть я показывала как это сделать на креме вот там у нас видео урок белкового крема пять рецептов зефира и по заварной технологии по классической технологии как сделать пюре для заварной технологии как сделать пюре запектинить его для зефира то есть все 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 у нас там подробно пять видов упаковки стабилизация и хранение то есть все я это рассказываю объясняю каждый цветочек у нас на зефирной массе видео уроки курс по всем цветам сколько стоит курс по всем цветам стоит десять тысяч но четыре дня у нас действует скидка для тех кто участвует марафоне витаминка две тысячи скидка он стоит восемь тысяч можете потом в конце эфира написать мне в личку и я вам скину все что нужно смотрите вот сделали мы бутончик теперь будем отсаживать лепестки под прямым углом уже мы закрыли достаточно его а курсы зефирный букет зефиромания новогодний букет навсегда или не до нового года нет эти курсы у нас до нового зефиромания курс остается навсегда там у нас просто десерты к сожалению продлить его уже не смогла не хватает у меня времени на него а вот у нас там достаточно много рецептов десертов а курс новогодний букет и курс зефирный букет первый самый курс мы по цветам он остается до нового года все под прямым углом мы отсадили какие у вас шикарные цветы спасибо большое теперь мы будем менять угол и распускать тамилан опять солнышко там баррикады на балконе сделал солнышко прятал теперь мы распускаем постепенно нашу хризантемку сынок быстрее закрой иначе отсвечивает сильно как ни странно сегодня прям солнышко я хотела сделать эфир днем чтобы девочки которые у нас разница во времени тоже посмотрели очень хочется всем посмотреть прямой эфир пообщаться обычно я делаю в 7 часов вечера свои эфиры это всегда у меня было так но сейчас немножко изменила я давно не выходила эфир смотрите если у вас получился ниже лепесточек я его просто убираю никогда не оставляю если что-то мне не нравится и хочу сделать здесь два заместо одного вот так постепенно мы распустили видите теперь будем делать следующий ряд также меняя угол ряд должен быть у нас ниже чем предыдущий все получилось тамерлан закрыл все тамерлан сейчас закроет девочки все будет у нас видно немножечко добавим шарик наш у нас хризантемка должна быть шарообразная я не люблю низкие маленькие хризантемки это некрасиво для тортиков да но не зефирные для букетов должны быть хорошие объемные такие цветочки если даже они маленькие то они должны быть такие вот шарообразные да что было что покушать все теперь меняем угол не нравится убрали меняем угол вот такими дергающими движениями то есть мы вставляем надуваем тянем перестаем давить и дергаем но стараемся чтобы наши лепесточки были ниже чем предыдущий ряд резко угол не меняем чтобы не было коридора видите у меня плотненько все плотненько никаких там коридоров никаких расстояний между лепесточками вот тоже у меня нету все должно быть плотно есть конечно такие хризантемки которые вот реденькие но они нам зачем нужны это вы можете сделать там на кремовых цветах на тортах на рулетах на капкейках что касается зефира тут надо мясо зефирное да всегда должно быть что поесть а не просто там для декора вы можете да для вот пустот в букете сделать какие-то мелко цветы я тоже всегда делаю нормально девочки хорошо все видно что там солнце все равно да мы думаем что хорошо видно будем надеяться сам посмотри тамерлан на другом телефоне так сколько вопросов вопросы пока тамерлан не читал потому что он был заняты солнышком вот посмотрите уже у нас распускается наша хризантемка хочу сказать огромное спасибо я очень рада девочки это мои девочки да девочки все кто в раздумьях идти на мастер-класс камине идите это не реклама я недавно была на мастер-классе в москве так то пока у вас не получится идя да я такая я пристаю ко всем чтобы у всех все получилось мне хочется чтобы был конечно результат не просто я поездила по городам показала себя да я хочу чтобы результаты чтобы мои девочки а не мои девочки кто ко мне пришел тот уже мои опять у нас баррикады наши падают на балконе у нас на кухне прозрачная занавеска к сожалению у нас солнышко попадает вот отвлеклась кто ко мне приходит на мои мастер-классы тот все уже всегда со мной я постоянно на связи отвечаю на все вопросы если какие-то сложности есть то мы конечно работаем всегда я помогаю мне очень много чатов я из них не выхожу девочки знают да какие-то вопросы возникают они всегда пишут группы остаются у нас девчонки общаются меняются рецептами тортами там и всем-всем-всем чем можно вот смотрите какая уже получается хорошая постепенно раскрытая да хризантема нередкая очень плотненькая такая ножка у нас еще большая поэтому мы еще можем ряда 3 прям добавить скажите сколько высота основания ой девочки сейчас померяем не знаю не мерила но я всегда делаю приблизительно никогда не меряю основания потому что вам на букеты у вас каждый раз разные букеты может быть вам понадобится маленькая хризантемка может быть большая да ну я никогда как-то не мерила не задавалась вот этой вот этим вопросом да сколько основания будет высотой это действительно не реклама я у нее на четырех курсах и никогда не пожалела об этом видно хорошо пишут объясняют отлично все понятно вот когда сама делаешь получается косяк можно показать сбоку в основном вид сверху сейчас покажем отрабатывать у всех сразу получается ты у нас классный учитель спасибо большое девочки это мои девочки да огромное спасибо мне очень приятно смотрите сбоку вот как она смотрится сбоку основание у нас еще хорошее да видно да сбоку как я показываю еще мы добавим тут наверное один ряд и остановимся чтобы нам было за что взять я всегда говорю оставляйте ножку не делайте до самого конца основания ваших хризантемы потому что это такой цветочек который не возьмешь за листики да если вы его возьмете сверху у вас поломаются они да помнутся некрасиво будет всегда оставляйте ножку чтобы потом не плакать когда вы начинаете ставить букет я наверное даже не полностью доделаю потому что у меня там с одной стороны она немножечко ниже получилось наверное середину не поймала поэтому я чуть-чуть здесь добавлю еще пол ряда буквально именно в ширину наверное сантиметров 17 не не меньше меньше девочки потом померяем сантиметров 13 наверное будет мама делаю я делала да как-то на эфире девочки я делала 19 сантиметров шириной это была большая насадка все закончила я хризантему если это милан мне сейчас даст линеечку я померяю и скажу вот это хризантемка первая у нас по-моему чуть-чуть поменьше смотрите какие красивые шарики а когда мы их покрасим будет вообще шикардос вообще я вам скажу это самая ходовая хризантема в моем ассортименте да на зубочистках обыкновенно вставляете подложку и все давайте сейчас я вам померяю скажу да каким размером наша хризантемка ну тут листики у нас даже нет 11 сантиметров девочки небольшая так кажется наверное приближена слишком близко поэтому кажется что большая вот это у нас не такая большая мы немножечко ее еще закруглим всегда закругляю всегда люблю когда шарики согласитесь когда шарик да она смотрится одну просто шикарно вообще любой насадкой которые вы делаете хризантема будет шикарнейшая если у вас будет хороший красивый шарик они великолепно очаровательные это кто спасибо большое девочки спасибо большое девочки я очень рада тоже вас видеть слышать я правда не вижу там видит у меня тамерлан а как у сохраняйте теплость на духовку в теплой мешке девочки видите я работаю уже сколько с вами у меня прекрасный зефир у меня два плотых мешка и плюс теплый мешочек ничего не застывает вот таким образом можно работать час у меня на онлайн курсе я показываю как я сделала хризантемы по моему 3 или 4 хризантемы я делала за 50 с лишним минут то есть это все возможно если вы вот так согреете тепло зефира вашего без духовок каким цветом будете тонировать я хочу сделать такие вот желтенькие с переходом оранжевым у нас все таки осень да осенний цветочек будет думаю что желтенькие сделаем желтенькие таким оранжевым переходом я покажу как сделать красиво переход если кто-то у меня был на странице я показывала до что мой букет желтый хризантем там идет с переходом то есть он не просто желтый краешки мы окрасим оранжевым или желтеньким вернее розовеньким чтобы он не был постным да просто желтым была красивая затемненная слегка зеленая серединочка и краешки у нас были оттененные другим красителем я вообще люблю хризантемы красить именно сухим красителем потому что если вы запудрили хризантемку сухим красителем цветочек да вы его потом можете не пудрить пудрой потому что там содержится некстроза сахарная пудра и у вас быстрее стабилизируется зефир да вот такой вот секретик да есть еще мешок завязываем резиночками девочки обычными резиночками для головы для головы я резиночками не пользуюсь я все пользуюсь для зефира немножечко подгоним я сейчас массу у меня еще тут достаточно зефира то есть он гладенький хороший красивый нерепанный постепенно мы меняем угол ряд у нас будет меньше чем предыдущие уже по высоте не тяните их вверх не тяните выше чем ваш предыдущий ряд я значит все таки перераскиваю пишу да главное смотрите когда вы делаете хризантемы не добивайте зефир до плотной плотной массы потому что вы будете работать с маленькой насадкой у вас же он застынет это же медленно да если вы не умеете работать быстро то тем более почему у меня тянется масса зефира с насадкой плохо сбит белок спире там может быть много причин возможно вы не перестаете давить на мешок и отрываете вот и все я перестаю давить на мешок дергаю у меня все прекрасно у вас миксер с подогревом да с подогревом смотрела расписание ваших МК в Питере в середине сентября когда примерно следующее ожидается в Питере следующее не знаю девочки следующее будет уже новогодняя программа будут другие цветы какая насадка насадка 227 именно видно как я хоть отсаживаю покажите пожалуйста как упаковывать букет для транспортировки маленькие упаковываю а большие некрасиво получаются я делаю конфеткой у меня есть букетик небольшой покажу в конце эфира как запаковать его для транспортировки я использую еще коробки переноски смотрите девочки еще что хочу сказать очень важно никогда не берите мешок вот здесь с конца всегда берите делайте так завязывайте чтобы у вас зефир гулял по пакету и взять в руку нужно столько зефира чтобы у вас не тряслась рука не берите с самого конца так вы никогда в жизни не отсадите ни одну ни один цветок в принципе всегда вот пользуйтесь вот таким способом и у вас будут красивые цветы а у многих ошибка именно в том что они хватают мешок с самого конца массы много рука трясется говорят что просто невозможно насадками работать такими маленькими все возможно если все правильно делать так рада снова услышать ваш приятный говор и урок как всегда на высшем уровне спасибо дорогая Ирина ой спасибо большое Ирочка спасибо большое я очень рада очень рада всех слышать очень рада всех видеть всех читать потом в конце как закончу я прочитаю все что тамерлан пропустил и что не пропустил вот давно не была на марафоне сейчас я немножечко пока дома остановились с курсами начнем только с середины сентября поэтому могу себе позволить провести эфир они на ваши цветы реалистичные спасибо спасибо огромное огромное спасибо мне очень приятно приходите я вас научу делать такие же вообще кто меня уже знает да кто со мной даже лично знаком да и не лично в принципе тот знает что первый мой цветок который я научилась делать это хризантема из крема я ее училась делать была такая насадка очень старая был алюминиевый такой набор у моей мамы и там какая-то была такая странная насадка конечно я не понимала что из нее можно делать специально я не училась я училась сама на своей кухне делать цветы из крема поэтому конечно долго догоняла все это но там была фотография цветочка над каждой насадкой был такой листик к ним и там была вот эта вот хризантема красивая думаю боже мой ну как же можно сделать из этой маленькой насадки такой большой цветок ну потом конечно постепенно все доходит постепенно все дошло насчет шара то же самое я их делала на зефирках я брала зефир в магазины половинку зефира ставила его на тортик и вокруг крутила торт делала прямо на торте вот такие хризантемы правда они еще были не такие красивые но тем не менее все сделали мы еще одну хризантемку можно купить МК такого цветка и цветка зефира девочка у меня МК по хризантемам стоит сейчас со скидкой полторы тысячи там несколько хризантем разными насадками напишите мне в личку и я вам все напишу он стоит две тысячи но сейчас четыре дня будет действовать скидка всего полторы тысячи там будет рецепт зефира для сноса рецепт зефира для лепестков и как работать и как собирать букет мы собираем шикарный букет на эфире на этом на курсе поэтому приходите я вам все покажу напишите когда набор на курс в каком городе красотища аминочка набор на курс девочки сегодня в телеграм канале витаминка будет выставлен курс график по городам посмотрите пожалуйста у меня тоже на странице есть график по городам смотрите теперь будем делать бутон вот берем наше основание делаем тоже самое маленькие вот такие отсаживаем два лепесточка маленькие и теперь никогда не начинайте делать бутон с самого основания вот снизу это некрасиво поэтому у всех получается просто башни смотрите как я это буду делать мы делаем тот же бутон который мы сделали в хризантемках только на маленьком основании не доходя до конца тоже оставляя ножку и постепенно наклоняя во внутрь вот таким образом мы будем закрывать весь наш бутончик и постепенно спускаясь не начинайте с основания всегда девочкам говорю это будут башни и смотрите движение сейчас покажу да девочки вот мы пробуем влажной рукой вот они уже плотные ничего никуда не прилипает смотрите за моими движениями сейчас я покажу да как мы должны делать чтобы он был надутый закругленный кругленький мы вставляем нашу насадочку вставляем давим на зефир и нашей рукой вот таким образом закругляем только нужно делать это быстрее да чтоб волн не было надуваем и чуть чуть выше наших лепесточков делаем вот такую хорошую серединочку дальше еще один ряд немножко выше подымем потом просто будем делать ниже то есть чтоб наши бутоны были бутонами закругленными но ни в коем случае не башнями страшными прямыми у нас должна быть серединка закрытая и закругленная видите у меня получается вот такой вот шарик маленький да закругленный маленький шарик то есть что такой бутон это не распустившийся цветок а не просто какая-то башня эфелева как многие делают и продолжаем никогда я не делаю до конца потому что у нас тоже должна остаться ножка вы должны ставить ее на уровне ваших цветов то есть какого уровня у вас ножка если она будет у вас длинная вы просто ее можете ножницами срезать и все а если у вас ее не будет это уже будет проблема вот посмотрите вот такой бутончик у нас получается да можно сделать больше можно сделать меньше немножечко я теперь ниже сделаю наши лепестки просто вот таким образом их подтяну и все и будет у нас полукруглый все это будет последний ряд который я буду делать и сделаю еще вот вот это кругленький бутон делаем еще у нас тут еще три основания я делала по классике вы можете делать по любой технологии я больше люблю классику он более нежный более воздушный заварной технологии я больше использую для основ почему потому что она очень хорошо стабилизируется до быстрей можно сделать для основ а так я очень редко делаю заварную технологию в основном классику но на курсах я даю видео уроки как сделать на фруктах фруктовый зефир по заварной технологии как сделать ягодный зефир по заварной технологии и кстати девочки после очного мастер-класса я предоставляю полностью весь курс видео уроков по всем цветам по всем рецептам которые у меня на онлайн курсах также стабилизация хранения упаковку несколько видов то есть вы уйдете с курса не просто пришли посмотрели сделали а вы уйдете с полным багажом то есть у вас на диске будет весь материал который вы можете скачать себе на флешку или куда-то и уже спокойно дальше работать цветы и букет шикарные здоровья вам и семье а сахарная пудра и как припудривать каждый лепесток нет мы будем припудривать сухим красителем поэтому только низ все вот такой бутончик я оставлю видите кругленький он кругленький он не башней а потом когда у нас стабилизируются цветы как я могу говорю девочка мы их закатаем любимое мое слово закатаем мы закатаем красивые круглые бутончики масса долго не стабилизируется потому что в теплой мешке конечно здесь два плотных мешка синих девочки и теплый мешок здравствуйте запись будет да запись будет у вас рецепт для всех цветов один почему смотря какое пюре на марафонах я же не выставляю 333 рецепта 303 рецепта у меня у меня 5 рецептов на моем онлайн курсе кто приходит научные мастер классы а так я даю классический рецепт я училась у двух мастеров уже я думаю что все знают а 10 раз все равно спрашивают догадываюсь почему вот такие у нас получаются бутончики сейчас мы их покрасим смотрите у меня осталось немножко массы я прям сейчас ее покрашу в пакете и покажу как на бутонах сделать листики тамила принеси не разовый пакетик пожалуйста целый быстрее мы покрасим сейчас покажу как сделать красивый зеленый цвет для не болотный и лаймовый цвет камерлан я использую для зеленого вот такой болотный и лаймовый посмотри вот такой полный вот он лаймовый и вот такой лаймовый топ декор сядь сюда бутончики у меня а у меня еще один есть сейчас я покажу вот еще один забыла смотрите курс по хризантемам курс по хризантемам в онлайн доступе а мешок лучше по чуть-чуть зефира брать нет мешок полностью вы же видите у меня полностью я выложила весь зефир и работаю спокойно вот у меня в двух плотных мешках зефир прекрасно держится масса ничего не стабилизировалось агара у меня 5 грамм на 40 грамм белка главное ее грамотно использовать согреть никакими не духовками не микроволновками как многие показывают я так не грею никому не советую и не учу все это маленький сделаем бутончик небольшой пускай будет остальное мы сейчас покрасим массу вот у меня чуть-чуть девочки смотрите совсем немножко осталось массы я сейчас выложу в обычный вот такой мешочек выкладываем и прямо в мешки я ее покрашу сюда налью болотный сынок сынок еще один мешочек дай мне чтоб насадку ставить нальем болотный единственное куда я не жалею краситель это в листике потому что листики всегда можно убрать и принесение мешок коробочку с насадками для листика в принципе есть небольшая небольшой листик вот я добавила зеленый ой лаймовый и зеленый там где-то для листика было на сказке вот таким образом я размешиваю дай сюда поставь меню сейчас посмотрим смотрите для листика можно использовать вот такую галочку это 353 352 есть такая насадка можно использовать вот такие вот у меня такая насадка из от Владимира но это крупная очень но у него есть такие же мелкие тоже листики или же вот такая то есть любую галочку вы можете использовать для листика или же совсем маленький листик а еще у меня есть такая интересная насадка сейчас я покажу вот насадка номер сейчас я скажу ст английская единица она вот такая вот маленькая улыбочка ее тоже можно использовать для листика ну вот для маленьких этих как их называют бутончиков очень даже хорошо еще вот такая есть галочка 352 тоже маленькая тоже можно вполне использовать тоже будет красиво я сразу сделаю листики на наших бутонах на больших хризантемах вот такой темный получается цвет видите болотный плюс лайм сделаем сейчас наверное вот такую галочку масса какую-то роль конечно играет подогрев да но если вы работаете на обычном миксере вы тоже можете точно так же делать все у меня делают и все прекрасно амина покажите в каменную насадку которые работали камена сейчас ее помоет и мы покажем так теперь я отрезаю в этом пакете вот такое отверстие и вставляю ее насадочку для листика листик я буду вот такой использовать это от владимира насадка георгин по моему 7 миллиметров и просто по краю я сделаю три лепестка я не делаю никогда вокруг всего бутона это очень некрасиво можно сделать 6 но сделать их вот таким образом сейчас покажу смотрите вставляем изначально вот из практически снизу вытягивая их немножечко вверх вот такие два лепесточка потом мы покрасим наши бутоны они нам мешать не будут до листики буквально здесь два здесь два и здесь два но когда они на стабилизируются мы просто потом подкатаем пальчиками до ручка будет очень красиво мы их закруглим я не делаю вокруг мне кажется это вообще безобразно некрасиво по всем бутонам да как делают вот по всему кругу эти листья это некрасиво насадку сейчас я покажу сделаю листики я свои малинки и чернички подкрашиваю аэрографом получается ярко ну можно аэрографом я не пользуюсь аэрографом поэтому почему нет вполне возможно и отдельно я такие листики всегда отсаживаю для букетов у меня всегда много листвы могу даже показать да у меня стоят там на коврике буквально вчера я делала все сделали мы вот такие листики сейчас будем красить вот наша кризантема сейчас еще покажу отдельно да бумажечки тамилан не видел еще бумажечки оставались у меня отдельно бумажечки посмотрите где там посмотрите лифонов отрежь кусок наконец отрежь быстрее пожалуйста сейчас она отрежет бумажечки я пока не найду свои бумажечки смотрите вот покажу как делать листики просто отдельно тоже можно таким образом посаживать высокие именно листики немножко надуем их сделаем изначально потолще что потом можно было вставить в букеты да в тюльпаны они очень хорошо подходят какие-то другие цветы очень красиво получается можно подкрасить даже пакет красным красителем я так всегда делаюсь это именно сейчас принесет мой коврик с листиками я вам покажу как у меня отражены листики по-моему там даже разные листики у меня есть короче говоря вот таким образом я использую всю до последнего массу до последнего массу все все вся масса израсходов никаких отходов не бывает никогда вот такие вот у нас листики отдельно я отсадила да вот помимо сейчас покажет смотрите вот я отсаживаю всегда листья вот такие вот с красной каймой они меня даже уже припудренные смотрите вот такой каймой это 115 насадкой вот с красной каем очка я отсаживаю листики вот такие вот для пионов листики у меня отсажены а вот шишечки отсажены ну и поменьше уже листики другими насадками вот тоже галочкой то есть у меня всегда листва заранее отсажена да ну и вот у меня предстоит много букетов поэтому у меня много листьев всегда на ковриках забери пожалуйста и сейчас мы будем красить сейчас мы покрасим наши красивые фризантемы принесем еще оранжевый краситель сухой и зеленый зеленый у меня здесь сейчас секундочку я покажу как покрасить красиво желтый мы будем использовать китайский краситель еще я вам покажу сейчас есть новые красители российские очень мягкие тюбики так насадку мы использовали для хризантемы девочки вот такую с перемычкой двести двадцать седьмая насадка вот такая получается из нее игольчатая хризантема очень красивая бумага пекарская бумага и пекарская и не пекарская можете разную бумагу в принципе использовать это неважно смотрите желтый у меня китайский краситель еще есть вот такие сейчас российские красители очень мягкие тюбики краситель пищевой фанси его тоже можно сейчас на сайтах найти во многих магазинах что там для листьев пионы какая насадка для листьев я делаю любой насадкой даже той же которой я делаю пион убери у меня вести загибаются скажите почему листы как у вас вверх потому что вы наверное вовремя не перестаете давить на мешок вот поэтому у вас заглядите загибаются какие зеленые смотрите чтобы сделать нашу красивую хризантему мы берем в руки чтобы хорошо покрасить и аккуратно берем именно за основание уже она у нас подстыла а чем припудрить пишут мы пудрим сейчас девочки сухим красителем смотрите внимательно что я буду делать сначала я припудриваю серединку зелененьким любой цветок в середине не распустившийся он зелененьким я уже показала насадку слегка припудриваем подальше видите немножечко немножечко если мы будем делать желтым слегка стряхиваем постоянно и чуть-чуть давим на краситель буквально чуть-чуть немного да чтоб слегка запудрить нашу серединку вот таким образом не сильно термоядерно если у вас не получается немножечко красить красителем зеленую серединку лучше этого не делайте да вот чуть-чуть смотрите российские красители очень мягкие сейчас аналог нашего орнамента цветовая гамма шикарная теперь берем желтый краситель и сразу запудриваем зеленую середину мы тонируем основным цветом да чтоб она не была прям ярко выраженная зеленая такая посмотрите какие движения я делаю когда пользуюсь сухим красителем сильно не нажимаю держу на середине тюбика если у вас полный краситель новый обязательно отсыпьте его куда-нибудь и пользуйтесь половиной тюбика потом как у вас закончится да уже засыпите потому что полный тюбик он будет все равно плеваться смотрите я покрасила желтым что я теперь буду делать буду оттенять буду оттенять оранжевым чтобы они не были такие постные да я сейчас покрашу одно желтым и одну покрашу оттеню да и посмотрим какая хризантемка будет красивее немножечко снизу краситель называется это китайский краситель сухие краситель их можно купить на алиэкспресс этот краситель называется fancy фирма fancy распылитель просто распылитель темно-зеленый вот я использую смотрите вот у нас желтый получается я пока его поставлю покрашу еще один и покажу вам разницу между желтенькой и когда мы сделаем переход да какую побольше которую покрасим или поменьше давайте поменьше берем в руки обязательно красим зеленую серединочку чем припудриваете листья которые отдельно отсоединены обычной сахарной пудрой они у меня стабилизируются и я припудриваю сахарной пудрой краситель сухой не красит язык он не красит руки если вы распыляете то вы просто делаете влажную уборку да и все прекрасно стирается если вы делаете сами красители из гелевых красителей девочки то у вас вся кухня будет красная синяя и зеленая я знаю что многие показывали как сделать сэкономить да на покупке красителей сухих и сделать их из кукурузного там крахмала но я вас убираю это надо распылять или в ванной да чтобы у вас сразу все это вымыть потому что вы сами понимаете гелевый краситель он красит все ваши желудки ваши руки ваши и также ваши поверхности если вы его будете распылять приезжайте к нам в котлас ох это где же далеко наверное пока у нас расписание по городам вот которые мы выставили конечно зимой у нас будет расписание уже другое другие будут города смотрите мы сделали желтенький и теперь что я сейчас сделаю беру оранжевый краситель можно сделать взять желтый красный можно взять розовый да и просто оттенить смотрите я буду оттенять просто края низ нашей хризантемки можно до серединки да вы посмотрите разницу между этим цветочком и просто желтым цветочком то есть мы сделаем плавный переход вот не пудрим и вот совершенно по-другому цветочек заиграл смотрите вот этот цветочек у нас да просто желтый и вот этот цветочек он совершенно уже по-другому смотрится мы сейчас его также оттеним и тоже у нас будет красота то есть не просто желтый да просто желтый вроде бы и скучно смотрится а слегка оттеняем буквально три ряда нижних и уже совершенно смотрится по-другому цветочек эти красители все сухие да это все сухие красители девочки вечер какой фирма у вас агар есть у него запах нету запаха агара вообще не знаю девочки кто говорит за запах агара не знаю может какой-то у него свой есть ну не знаю не пахнет ничем все вот такой красивый получается цветок дальше еще один у нас я потом из этих цветочков сделаю букет это будет потом позже уже красим серединочку я всегда оттеняю середину чтобы было естественно смотрелось по-любому закрытая середина должна быть уже несколько зеленая я считаю какой состав украсителя состав украсителя девочки но сейчас точно я читать его не буду что зовут вопросы вот если честно глупые возьмите купите да прочитайте там сахарная пудра декстроза я уже миллион раз это даже говорила китайская во-первых там китайский да ну а наш российский прочитайте там ничего принципе такого ничего нет кукурузный крахмал почему мы потом можем не припудривать наши цветы да это уже припудренные цветы вполне мы можем только низ припудрить и все фирма агара стоинг фирма агара стоинг я беру стоинг я пользуюсь им уже давно очень хорошее качество агара я вам скажу вот такая красота теперь мы прикрыть покрасить наши бутончики вот вместе с листиками изначально ничего страшного что у нас здесь листва зеленые она будет смотреться даже естественнее да если мы их чуть слегка припудрим красим края ножку можно не красить да если она вам будет мешать но если хотите покрасить и да чтоб одного цвета она допустим было все желтеньким и красим оранжевеньким буквально вот здесь с краев вот такой получается красивый бутончик сухой краситель девочки поверьте мне менее вредный чем гелевый гелевый я конечно стараюсь использовать вот на листики на тычинки на пестики да ну это такие вот дополнения я считаю что вот букет туда который можно принципе убрать можно добавить там нежный розовый сделать да вот чуть-чуть допустим вишневый добавить а остальное уже затенить сухим красителем то есть лучше вы покрасьте гелевым мало лучше осыпьте его вот именно сухим красителем и будет менее вредный букет а то у вас получается букет натуральный там до ваши ягоды фрукты а краситель обухнули туда столько что допустим ярко фиолетовый кто делает можно просто оттенить его допустим тем же лиловым сиреневым да а потом запудрить сухим красителем не будет прекрасно не будет вредно и и красиво и меньше красителя у нас покрупнее такой бутончик вот такая вот красота получается ну и последний до последний бутон потом мы перевернем камеру если есть какие-то вопросики я отвечу на вопросы да расскажу за курс за очные мастер-классы за онлайн курс кому интересно да кто хочет прийти по скидке скидка будет действовать четыре дня завтрашнего то есть сегодняшнего дня можно еще раз название российского красителя сейчас я скажу девочки все покрасили на красоту смотрите краситель фанси краситель пищевой фанси написано на нем очень мягкие тюбики кстати не плюется девочки очень хороший краситель придумали все таки наши тоже мягкие тюбики не плюющиеся да а то у нас был краситель орнамент крышечки у них тоже такие вот практичные закрыл и все все я вытру сейчас покажу вам видите все очень хорошо вытирается просто влажная тряпочкой ой девочки учиться цветы вообще принципе недолго да но это главная практика девочки не могу сейчас сказать мы как сделаем расписание на ноябрь ноябрь декабрь потом январь спасибо красиво признаем спасибо и потом вы уже увидите все расписание все смотрите что у нас получилось да это у нас было 40 грамм агара у нас получились три большие хризантемки ну как большие да такие вот приличные для букета и я сделала 4 бутончика такие достаточно хорошие бутончики и добавила к ним листики еще сделала немножко листиков для букета да вот из вот этой массы из 40 грамм вы можете сделать три большие хризантемы или же четыре большие хризантемы вот из этой массы получится 4 большие хризантемы вместе с основаниями да а вот и того вы можете сделать два замеса и сделать полный за букет то есть из 80 грамм белка вы можете сделать большой хороший букет хризантем с бутонами как я вот делаю 7 у меня больших хризантем а вот бутоны получается большой шикарный букет красоты девочки 25 25 грамм вот он fancy до 25 грамм из него хватает надолго до скидка на онлайн-курс у меня 2000 он стоит кто у меня заходил на мою страницу сообщества да он там стоит 10000 но сейчас четыре дня действует скидка минус 2000 и на курс королева хризантема он стоит не 2000 от 1500 все-то мимо переставляем 40 грамм агара или белка что 40 грамм 40 грамм белка девочки вы что если вы добавите 40 грамм агара вы ничего не успеете даже взбить тамерлан переставляя лампу быстрее благодарю замка очень интересно спасибо большое сейчас я покажу потом поближе наши цветочки тамерланом представит сейчас нашу лампу такие осенние классные игольчество фризантемки подальше от стола чтобы не тряслилась поверни сюда сразу нет вот эту штучку чуть чуть пониже да все нет сама лампу подними а это вот так опустите не так не чересчур все мы на вас немножечко потрясем сейчас прочитает вопросы которые там есть немножечко сейчас приблизим что было видно я сяду чуть ближе поставь вот не приближается она что летами на чай сделала не приближается почему-то здесь экран хотела немножко приблизить но не получается сейчас я сяду да и мы бомба красота большое спасибо за эфир эфир очень познавательное спасибо амина большого всегда как шикарно я тоже удивилась я услышал 40 грамм агара а я сказала 40 грамм агара ну возможно возможно оговорилась все понятно и доступно не буду делать такую красоту спасибо великолепно в зоне попросите поднимь пожалуйста сейчас я даже телефон меня уже злит на меня поверни его давно все все немножко раздражают мне эти телефоны эти кси камеры если честно пока их установишь здрасте вы делаете всегда заранее если они высохнут совсем нет они не высохнут я их ставлю в контейнер и все в порядке я сделала ее вчера у меня сегодня нужно делать два букета а вот листва у меня уже будет застывшая почему я делаю листву заранее потому что в листве девочки много красителя когда много красителя зефир стабилизируется дольше но я если делаю листву отдельно я добавляю меньше сахара и больше агара чтобы она быстрее стабилизировала чтобы как бы не была такая вот как кажется равно гелевый краситель он портит консистенцию зефира поэтому я это делаю заранее и по-другому не как цветы я живу в германии как можно перевести деньги смотрите девочки из германии других стран можно деньги перевести на теньков на теньков карту это без проблем сейчас все делается поэтому если кому-то интересно напишите я скину реквизиты на карту смотрите вот такая у нас красота получилась хорошая такая вот хризантемка 1 вот сейчас возьму другую и поменьше подскажите в какую стоимость такой краситель фальси где заказывали спасибо я покупала магазин стоит 150 рублей по моему смотрите вот такая ножка у нас должна остаться это обязательно обязательно для букета вот листву где вы храните листва у меня сейчас стабилизировалась потом я и ставлю в контейнер у меня большие контейнеры и я ставлю все это в контейнер цветы припудриваю тоже ставлю контейнер на несколько часов потом собираю букет как правильно замораживать листья или основу то же самое припудриваете и замораживаете в контейнере хорошо обматываете пленкой закрываете плотно и ставите в морозилку шикарный спасибо спасибо было очень познавательно эфир будет записи да будет до эфир будет красота какая красота нет красотища обещали будет запакованный букет да давайте сейчас покажу я часто мир вам принесет не букетик срок ранения смотрите если вы используете инвертный сироп или мед или глюкозный сироп у вас зефиром небольшой срок достаточно но я всегда говорю своим заказчикам до двух недель до если вы плотного закрытый букет или плотно закрытый контейнер а так морозилки вы можете его хранить до трех месяцев даже больше ну чтобы не пугать людей да я говорю на 10 дней две недели максимум потому что многих пугает такой большой срок а если вы не используете инвертный сироп или же мед да то есть это консервант если вы его не используете тогда у вас зефир от 3 до 5 дни просто потом засахаривается спасибо все замечательно неси следу сколько цветов будет в курсе сейчас я прохожу у меня стоит букетик сейчас я его подправлю покажу как запаковать граммовки мы напишем после эфира как будем выставлять высадку покажите пожалуйста смотрите у меня вот такой букетик есть сейчас я покажу это небольшой букетик я покажу как его можно запаковать коробочку мне принеси пожалуйста онлайн курсы где можно онлайн курсы девочки сегодня будет выставлен пост telegram канале витаминка онлайн курс стоит 8000 в месяца 10 полная флористика и королева хризантема курс по хризантемам стоит полторы тысячи вместо двух вот насадка насадка 227 улыбка с перемычкой улыбка с перемычкой принеси мне коробку быстренько скажите пожалуйста следу я приобретаю тоже в магазине упаковки это магазин в москве на нигде я не заказываю обычную упаковку я покупаю сама не нужно потрогать пощупать посмотреть померить сейчас она принесет нам коробочку там букет стоит коробки тоже вытащи букет и все это не коробку то мимо вытащи букет и дай мне коробку покажу как я заматываю ленточку меня тоже есть букет положить просто куда-нибудь слюду я использую метровую всегда чтобы сделать хороший купол смотрите вот такие я использую коробочки переноски сначала ставлю туда букетик отмеряю сейчас я покажу я немного не поняла теперь замораживает а как замораживается ставим или в банку или коробочку даже чтобы нам померить оборачиваем вокруг не натягивает она немножечко внахлёст отмеряем что сантиметров хотя бы у вас 7 10 был нахлёст отрезаем подержишь помимо мне поможет здесь можно держать что я теперь делаю смотрите складываю ее пополам делаю нахлёст то есть мы отрезали нахлёст буквально сантиметров 7 или 10 и мы потом проклеим скотчер делаем нахлёст делаем нахлёст и вот таким образом берем руками и с одной и с другой стороны просто в кучок собираем собрали вот он отцепи мне его просто я обычно делаю сверху тоненькие пару ленточек или два цвета разных чтоб рисовали парочку сделаем сейчас за разные цвета у меня тут сиреневые розовые тона сколько стоит такой букет такой небольшой букетик он стоит три три с половиной смотря какие цветы я беру две ленточки делаю чтобы шоу был сзади посмотрим завязываем завязываем сверху банки я всегда делаю таким образом упаковку есть девочки делают сначала упаковывают то есть цветы до под пленку потом делают упаковку я так не люблю мне так не нравится никогда так не упаковываю не знаю почему лучше тут это мне не вошло как-то такая упаковка сделали банки красивого на теперь расправляем наш кубок хорошо расправляем проклеим наш шов внутри кочем для чего мы это делаем ну чтобы плотно во первых была наша упаковка чтобы ваши цветы не затохли и для того чтобы ваша пленка не легла на цветы буквально в трех местах сверху снизу не обязательно потому что у вас снизу будет завязан букет где можно купить такие коробочки коробочки я покупаю тоже в магазине мытишье у нас москве очень хороший магазин у них сайт тоже есть кому интересно можете мне написать кличку и я скину визиточку по которой вы можете зайти на сайт они отправляют по всей россии все внутри мы закрыли запечатали чуть-чуть зацепила я свою кризантинку сейчас я отрезаю ленточку чтобы нам завязать внизу но внизу обычно тоже я делаю ленты три разные цветом я просто отрежу одну и покажу как это можно завязать сделать конфеткой помимо мне сейчас поможет подержит букет поворачиваем бантиком вперед и вот этот бантик тоже у нас должен быть впереди держи одеваем сверху вот таким образом видно да наш хвостик делаем посередине чтобы хороший купол завязываем ленточку и завязываем ленточку можно просто положить на стол но если есть там и ламп то на столе ничего не кладут или другие кто-нибудь помогают обязательно да чтоб мама не нервничала не торопилась все вот смотрите теперь мы ставим на букет коробочку и хорошо расправляем наш купол и вот таким образом букетик можно поставить в машину пристегнуть пристегнуть ремнем и доехать без потерь вот кому понравилось можете так делать я всегда так пакую свои букеты паковала и вот так да зацепляла степлером но это во первых не так плотно получается ну и моим заказчикам больше нравится вот таким образом как они сказали так больше выглядит букет вот у этих пакетов есть ручки можно взять за ручку и пойти все он очень ценный без него никак спасибо вам это был хороший помощник спасибо да так снова у вас помощник супер молодец Аминочка спасибо вам огромное все я думаю понятно да все я думаю все понятно по поводу наших цветочков где-то я зацепила наш цветок оторвала один лепесток но не страшно вот кто не попал на эфир изначально советую посмотреть и поучиться да вот такие делают цветочки вот у нас ох что-то так отсвечивает вот отсвечивает да у нас остается всегда ножка то есть помним когда мы делаем букеты чтобы мы взяли за ножку и ставили на зубочисточки у букета под букетницы двойная нет спасибо большое за эфир шикарно сколько коробочка сантиметров коробочка сейчас я даже вам скажу по-моему 28 на 28 небольшая коробочка она и на большие букеты подходит а низ по-моему 16 сантиметров да 28 и ширина тоже 28 где купить такую коробочку кому интересно можете написать в личку я надеюсь до завтрашнего дня я всем отвечу а то у меня уже чувствую много там сообщений уже накапало очень много поэтому кому интересно можете зайти на мою страницу да написать как раз зайдите на мою личную страницу подпишитесь никакие кодовые слова я не даю никого насильно не не заставляю подписываться я люблю когда люди подписываются после марафона а не ради каких-то подарков да поэтому подарки у меня для вас то есть скидка на мои курсы а вот приглашаю всех на мои очные мастер-классы если кому-то интересно зайдите посмотрите на моих страницах график бронируются места заранее потому что мы заранее бронируем студию бронируем то есть закупаем все и мы должны понимать сколько человек у нас в группе поэтому если хотите научиться приходите научимся делать красивые цветы у нас будет осенняя программа у нас там будет роза хризантема обязательно будут герберы будут георгины очень красивые будут астры астрочки игольчатые потом что у нас там еще подсолнухи ну и остальные цветы которые мы успеем да уже по запросу успеваемости нашей группы спасибо большое за очень полезный эфир спасибо эфир огонь эфир шикарный стоимость личного стоимость личного мк девочки напишите мне в личку в личку да я я скажу я делаю индивидуальные мастер-классы дома на дому мы с девочками делаем огромнейшие букеты то есть очень большие плюс еще они уходят с большими коробками цветов потому что индивидуальный мастер-класс это индивидуальный мастер-класс мы работаем только с вами вот и отрабатываем очень много поэтому кому интересно пишите в Ставрополе есть еще места и в Москве а в Ставрополе сейчас в Ставрополе осталось по-моему еще пару мест вот кому интересно можете писать потому что там желающие были еще мы давно собирались в Ставрополь наконец-таки надумались в Ставрополе мастер-класс стоит 15 тысяч в Москве стоит 16 тысяч на Москву тоже еще точно есть места поэтому кому интересно пишите будем учиться всем огромное спасибо девочки всех рада была видеть кому интересно кто кто хочет приобрести кто не может попасть на очный мастер-класс приглашаю вас на свои онлайн курсы они у нас дополняться будут новыми цветами поэтому если мы не можем увидеться то увидимся на онлайн курсе скидки у нас будут сейчас тоже будет реклама поэтому кому интересно пишите мне в личку конечно потому что на марафон я часто не захожу не могу следить за комментариями кому интересно пишите мне в личку мы всем отвечим отвечаю я лично девочки сама в комментариях в моих страницах может ответить только мой организатор это Юлия Пушкар предоплату берет тоже можно перечислять только Юлия Пушкар или мне то есть других менеджеров у меня никаких нету которые уже объявились да с некоторых пор поэтому кроме меня Юлия Пушкар никто не может вам ответить все всем спасибо огромнейшее спасибо кому было интересно вот зайдите на мои страницы тоже у вас для вас там много очень рецептов да много полезной информации вот так же и цветочков и эфиров очень много тоже по другим цветам дальше я на своей странице планирую сделать эфир по гортензии кому интересно подписывайтесь на мою личную страницу а вот там мы будем проводить эфир наверное через пару дней я так думаю сделаем эфир по гортензии кому интересно всех приглашаю теперь всем спасибо всем до свидания спасибо огромное что пришли никак я не распрощаюсь с вами давно не была в эфире поэтому не могу распрощаться всем огромное спасибо мы будем заканчивать страницы мои мы сейчас ответим вот всех приглашаю на свои страницы всем до свидания до свидания до свидания до свидания с hypnotи заights до свидания блог до свидания